Добрый день, друзья! Я Владимир Вайнер, куратор всероссийского конкурса социальной рекламы «Реклама будущего». Это конкурс, который посвящен рекламе некоммерческих организаций и социальных предприятий. И сейчас мы с вами посмотрим три ролика, которые входят в число работ сейчас размещенных на этом конкурсе «Реклама будущего». Там их больше ста именно видеороликов. И первые три, которые мне попались, я хочу показать вам, потому что они посвящены такой теме, как работа с клиентами, с целевыми аудиториями, со сторонниками. И это важно, потому что всегда важно понимать, что клиент – это не только тот, кто благополучатель, но и тот, кто формирует устойчивость организационную и финансовую для каждой некоммерческой организации. И те, и другие являются клиентами. И вот с этой точки зрения давайте посмотрим три ролика, которые показывают разные истории как раз про то, как каждый человек может быть участником работы некоммерческой организации и таким образом вот тоже быть клиентом. Как можно стать волонтером некоммерческой организации и обеспечить реализацию ее миссии и программ. И как можно, в принципе, обнаружить, что ты можешь быть, да, и благополучателем с одной стороны, а с другой стороны можешь быть как раз сотрудником организации. Все три ролика совершенно разные. Объединяет их то, что они сейчас являются участниками конкурса «Реклама будущего». Внимание на экран. Смотрим, как некоммерческие организации и социальные предприятия, потому что третий ролик будет именно от социального предприятия, формируют общую экосистему некоммерческого сектора России. Приятного просмотра. Это Денис. Безбашенный Дэн. Он супергерой. Прямо сейчас он стоит горой за детишек. Тише-тише. Смотрите. Он совершает очередной суперподвиг. Совершите и вы. Помогите детям. Сделайте пожертвования с помощью СМС. Благотворительный фонд «Мархамад». Это Наташа. Она супергерой. Наташа может впечатать злодея. Да что там, отксерить. И сейчас Наташа совершит очередной суперподвиг. Совершите и вы. Помогите детям. Сделайте пожертвования с помощью СМС. Благотворительный фонд «Мархамад». Это дядя Равиль. И он супергерой. Чтобы спасти ребят, он готов смести с лица земли все темные силы. Или совершить свой подвиг совершенно тихо. Совершите и вы. Помогите детям. Сделайте пожертвования с помощью СМС. Благотворительный фонд «Мархамад». Это просто. Добавить в друзья. Написать. Помахать. Порадоваться. Говорить друг с другом. Гулять. Веселиться и делать глупости. Просто молчать. Это просто. Это просто невозможно. Если ты далеко. Если у тебя особенности развития. И ты годами сидишь дома без друзей. Без работы. Если ты вне общества. Тогда ты просто ждешь. Ждешь, когда друг придет к тебе. Смотрите. Я здесь. Стань другом человеку с особенностями развития. С 2014 года мы занимаемся реализацией проектов по социальному обслуживанию пожилых людей. На первом этапе были реализованы проекты создания пансионатов. Они успешно действуют. После обучения в Центре социальных инноваций. Дало дальнейший толчок для создания Центра социального обслуживания «Близкие люди», предназначенного для обслуживания пожилых людей на дому. Центр социального обслуживания «Близкие люди» предоставляет целый спектр дополнительных услуг для пожилых людей, ограниченно подвижных людей, а также их родственников. Нам доверяют жизнь и здоровье близких людей. Центр осуществляет обслуживание всех, кому необходима помощь домашней и сторонний уход. Центр является востребованным проектом. Порядка 40 пожилых людей уже воспользовались услугами нашего Центра. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...